всем привет вы на канале по странам и это наш новый выпуск из столицы китая города пекин нас зовут соня и боб и на этом канале мы выкладываем наше кругосветное путешествие мы хотим проехать 100 стран и это блог об этом в этом видео мы покажем вам как мы исследуем город пекин и почему сюда действительно стоит приехать расслабьтесь это видео совсем не похожи на инструкцию или путеводитель мы делимся с вами нашими находками и эмоциями из удивительной поднебесной приятного просмотра друзья у нас была попытка уехать на кусочек великой китайской стены под названием их тут несколько мутьяной и было написано на китайских картах что в автобус 12 часов стартует из центра города мы приехали на эту автобусную станцию торопились а нам сказали приезжайте завтра в 7 утра а билеты у нас уже куплены сегодня на стену а больше никак добраться ну кроме как такси туда нельзя на другой кусок стены да можно на рейс в автобусе на поезде на чем угодно а на этот не мы хотели начать с чего-то необычного подальше купили стену подумали это что-то необычное классное ну в общем и как всегда в общем билеты постараемся отменить или дату перенести и идем тут тоже огромное количество достопримечательностей железнодорожный вокзал и какая-то пешеходная улица сейчас вам все расскажем мы не унываем в любом варианте вообще кулачок давай покажите бобу как нужно давать кулачок я знаю как можно идем гулять вместо китайской стены это будет влог про прекрасную прогулку по пекину сейчас у нас солнышко вообще прекрасная погода поэтому сейчас будем вам разные разности все равно прохладно друзья поэтому ладно погнали что остается за кадром мы угораем над тем что на самом-то деле секрет в том то что мы покупали бери это сегодня запланировали вообще поехать сегодня мы все делаем на ходу и для тех людей которые смотрят нас первый раз вот дамы вот такие вот раздолбайчики вот такие вот прикольные милые трамвайчики стоят такие здесь наверно раньше ездили крутота память о них запущены вот такие автобусы которые стилизованы по трамвай и катаются по центру города но сначала издалека подумали что это трамвайчик посмотрите нет это просто такой ретро автобус по странам это когда вы стоите в очередь но не знаете куда друзья здесь прям предславлен трамвайчик который вот прям трушный настоящий чуть-чуть отреставрированы с ним все фоткаются и здесь есть рельсы и по этой улице он когда-то катался и возил людей а такой романтик возил людей столько дней я проходила мимо этих фруктиков но настал момент пора попробовать моим зубам капец как мы оплачиваем друзьям красота такая с помощью алипы друзья ребенок получил карамельку клубнички или наоборот ну давай грызи привет кариас здесь именно грызут такие вещи друзья вкусно вкусно очень вкусно стоит 20 юань друзья я прям довольна пипец прям клубника вкусная карамель правда она такая прям толстая не буду уничтожать совсем пломбы постараюсь помедленнее есть это слушай ну 20 юань а помнишь сколько стоило в корее три мандаринки в карамельке что-то дофига рублей 700 друзья мы до сих пор не выяснили что за улица на которой мы находимся но здесь конечно написано якобы через метро это озвучивалось как сам смен что-то такое но здесь назвали куууян мэн музей мадам чусё смотрите джеки чан Интересно, вы это видели, как она находится в стекло вернутик? Типа завтрак? Кто это? Это Андрей Хёвен. А там? Там? Адрин Лавин? Нет. Там какая-то китайская. Я просто наугад сказал первое, что пришло на ум. Это очень не Аврилавин. Друзья, это реально вкусно. От клубники идёт кислинка и сладкая карамелька. Я вообще не фанат сладкого, но это вкусно. Сейчас ещё кофеёчек возьмём. Там при входе был бомбический Старбакс в классном здании, но мы ищем Лайкин кофе. Пойдём. Друзья, очень прикольная локация. И посмотрите, улица идёт и далеко-далеко налево, и очень далеко направо. А мы до сих пор не знаем, что это за улица. Саняшка решил обновить себе вещички. Ну чё, какое выбираешь? Смотри, какая красота вообще. Вот так вот по какой-нибудь даче ходить, черешню собирать, да? Ну да, и не обляпаешься, да? Ну вообще не видно будет. Что-то на богатом, короче. Что я вижу, друзья? Офигеть. Офигеть. Это просто рай для сладкоежки. Я только что съела целую огромную клубнику в карамели. Но это меня всё равно поражает. Это просто детский рай. Вы просто посмотрите. Драгоценные камни детства. Зачем нет паспорта? Не знаю. Чё не надо? Телефон. А может визу проверяем? Вдруг мы нелегалы. Ну, кстати, очень можно. Вдруг у нас нет визы. Мы пешком перстекли границу. Иду с телефоном, никого не трогаю. Он мне, я слышу, сюда иди. Паспорт давай. Ну не так, конечно, всё прилично. Близ паспорт, сэр. Близ паспорт, сэр. Я такой, with my wife, а my wife, я её даже не увидел. Умотала смотреть на сладости. Вот ещё к слову, почему надо носить с собой паспорт. Да, прикиньте, а если бы у нас не было? Ну, мы бы сюда не зашли без паспорта. Ну, наверное, да. Я надеюсь, когда мы будем монтировать это видео, мы поймём, как эта улица вообще называется. Но, как минимум, мы можем отметить её вам на карте. Поэтому обязательно нажимайте на описание видео. Там у нас много полезных ссылок. Поэтому досматривайте видео. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И даже можете написать комментарии, что вы думаете по поводу этого выпуска. Может быть, вы хотите что-то нам посоветовать. Мы всегда за конструктивную критику и хотим улучшать наш блог и делать его всё лучше и лучше. Ну, даже не знаю. Представляете? Он меня спросил, буду ли я латте, а не капучино. В смысле? В смысле? Конечно, буду. У меня такой хороший муж. Смотрите, он ищет нам кофеёчек, чтобы мы заели клубничку, запили кофеёчком. Просто что за рай. Тут так классно приглашают в ресторан. Смотрите, ресторан. Вот на такой вот штуке часто готовят супчик, мясо и вообще очень классная штука. И вот так вот привлекают в кафешку. Здесь очень много мест там, где написано 1931, 1541. В общем, это прям какие-то древние-древние места. И это так здорово. Здесь вот с родителями, мне кажется, на ты. Их здесь так много и они все сохраняются здорово. Какой-то магазин с кроликами. Там сладость. Какие-то конфетки. Какие-то китайские конфетки. Вот такой вот зайка на входе. На самом деле это улица. Здесь хочется, короче, снимать каждый метр. Потому что здесь каждая кафешка, она выполнена как-то так уютненько, так классно, так стильно. Вообще. Вообще кайф. Но мы уже минут десять не можем найти кофейню там, где мы заказали кофе. Да, китайские карты не прокладывают маршрут. Ну, или я тупой. Нет, ты не тупой. Просто мы не очень читаем по-китайски. В каждом китайском выпуске мы будем говорить, где мы пьем кофе. Да, мы, наверное, достали. Но это самый классный выбор соотношения цены и качества. Когда мы путешествовали по Гуанчжоу в Шанхае, мы наблюдали, как все постоянно пьют айс, капучино, айс. Все айс. Только со льдом. Только холодные напитки. И мы одни заказывали вообще горячие напитки, чтобы взбодриться. Потому что мы понимаем только горячий кофе. Я не знаю. Мы такие консерваторы. Всегда пьем капучино. Горячий. Классика. А сейчас все. Все переобулись. Все пьют тепленькое горячее. Еще неделю назад в Пекине все пили айс капучино. Сейчас уже где-то 50 на 50. А тогда мы одни здесь брали горячие тоже. Да. Мы наконец-то видим, как эти стаканы используются не только для нас. Милашки с Том и Джерри. Наконец-то. Наконец-то Бобби выпьет свой кофе. Смотрите, какой он грустный без кофе. Но сейчас фокус на тебя на виду. Ты кофе выпьешь. Главное не порчешь. Все будет хорошо. Все. Зарядка пошла. Друзья, мы не могли пройти мимо почты. Мы отправим самим себе открыточку, потому что мы коллекционируем открыточки. И посмотрите, какие они здесь милые. Очень много продаются пазлов. И это наборы с открытками. Очень классные. Да. Посмотрите, какие классные наборы. Давай. Все. Я придумала. Мы покупаем набор. Смотрите, сколько открыточек. С кучей открыток. И мы по всему миру, мы же путешествуем. И мы будем отправлять вот эти открыточки людям, которые... Друзья, у Саняшки очень скоро день рождения. И нам тут уже написали, типа, ребята, мы хотим с вами общаться вживую, когда будет стрим. И мы думаем, а может быть, реально сделать первый стрим на Саняшки день рождения? Сейчас мы купим открыточки и в стриме разыграем много открыток из Пекина. Мы уже, конечно, будем не в Пекине, но отправим эти пекинские открыточки, друзья, каждому. Условия расскажем там. Посмотрите, какие красивые штампы. Смотрите, это штампик размером с открытку. В общем, мы выбрали открыточки. Вот они здесь. Я выбрала такие вот с котиками. Так что такую вот классную открыточку с котиками вы сможете получить. Нет, друзья, мы выбрали очень много открыточек. Да, целых три пачки. Здесь самые разные котики. Так что тут хватит на 100 человек. Да. Поэтому еще раз, под видео ставим три плюсика, если хотите, чтобы был стрим. И там мы будем разыгрывать эти открыточки. Уверяю вас, все их получат. Такая крутая машинка. Посмотрите. И магнитики такие классные. Мы их уже давненько не покупаем. Потому что у нас, на самом деле, весь холодильник ими засыпан буквально. Ну и возить их с собой тоже прикольно, конечно. Поэтому мы обойдемся открыточками. На самом деле, это очень такой важный для нас шаг. Мы об этом даже не думали, пока один из людей не написал. Один из людей. Один из людей. Господи. Один из подписчиков. Один из подписчиков. Недавно. Да. Не написал. Просто вообще. Возможно. Вы нас даже смотрите сейчас. Да. Типа, ребятки, хотелось бы с вами пообщаться вживую. Когда будут стримы? Почему вы их не ведете? А мы подумали, действительно, а почему мы их не ведем? Ну, наверное, нам кажется, что, конечно, сколько вот на данный момент, когда мы сейчас это записываем видео, у нас там чуть больше 1450 подписчиков, это, конечно, это немного, а это вообще очень мало. Ну, для нас это очень много. Мы вас всех очень любим. Даже если 20 человек будут на стриме, для нас это уже повод его запустить. Поэтому поставьте плюсик, если вы будете смотреть наш стрим или хотите, чтобы мы его запустили. Тем более это первый стрим. И еще плюс день рождения. Я буду рада вообще каждому, кто подключится. Потому что когда ты празднуешь день рождения, а мы будем его праздновать вдвоем, когда ты празднуешь где-то далеко от дома, действительно хочется пообщаться, поделиться вообще позитивом, энергией. И, в общем, всех ждем. Ну, кстати, если 11-11 будет будней, мы что-то не посмотрели, мы сделаем в какую-нибудь пятницу или субботу, чтобы можно было. Ну, нет, 11-11, именно на день рождения. Ну, ладно. Я-то хочу. Все. И легко запомнить. Мы будем проводить, естественно, вечером, чтобы все могли подключиться. 11-11 я вспомнил. По-моему, субботу я же смотрел. Да? Отлично. Это суббота. Отлично. Мы не подеремся. И вы в кайфе с нами выпьете бокальчик вина или бутылочку пива. А мы не знаем еще, чего может быть миллион шагбантов. Мы даже с трудом представляем где. Мы даже с трудом представляем где. Поэтому заболтались. Но это важный для нас шаг, потому что хочется познакомиться как-то поближе. Да, друзья, извини, что перебиваю. Наше видео выходит. Извиню. Не только на Ютубе, но в Одноклассниках, в Дзене и ВКонтакте. Поэтому хочется сказать, что стрим мы запустим на Ютубе, друзья. Стрим запустим именно там. Возможно, потом можно будет еще запускать параллельно. Мы вообще в этом ничего не понимаем. Попробуем, проверим. Да, это будет наш первый раз. Первый стрим. Да. Поэтому плюсики в комментариях, если хотите стрим. Тем временем, гуляя по этой замечательной улице, мы оглядываемся по сторонам и видим, что там какая-то прикольная локация. Давай пройдемся посмотрим. В ту сторону тоже прикольная локация. Смотри, там стоит тормальчик или поезд. Хочу посмотреть. Пойдем сначала туда. Сначала направо. Здесь такое все более закрытое. Нам кажется, что когда были праздники, а возможно, в выходные здесь все открытое работает. Но прям очень здорово. Посмотрите. Смотрите, какие атмосферы на улочке. Ну, кайф. Просто здесь фоткаться, фоткаться, нон-стоп фоткаться. Прям здесь можно смело брать фотографа и идти сюда. И у вас будут просто потрясающие какие-то фотографии. Я не понимаю, где мы. Это центр центров. Но эту локацию мы не видели нигде. Ни в одном путеводителе ее не было. Знаете, открывайте на сайтах типа 15 мест, которые нужно посетить в Пекине. И вот мы по всем сайтам облазили, и нигде не было этой улочки. Остаток железной дороги. Точно! Смотрите, какие чимовые зонтики. Какие кафешки. Блин, интересно, они стилизованные под старые или им действительно дофигища лет? Они как будто действительно бумажные. Вау. В амбаре это круто, друзья. Такая атмосферная улица. Просто мы в шоке. Это просто какая-то чудесная случайность, что мы сегодня поехали не на стену, а забрелись сюда, и вы просто посмотрите. Мы случайно нашли это супер-пупер туристическое красивое место. Ну как так? Мы такие счастливчики с тобой. Просто. Счастливчики-разгильдяйчики. По странам. Друзья, мы здесь гуляем уже больше часа, обязательно на эту локацию вам нужно приехать, если будете в Пекине. Тем более, что она находится в самом центре города. До площади Тяньаньмэнь здесь дойти буквально минут 5-10. Ой. Тут даже пол красивый. Смотрите, какие классные. Это монетки или люки. Что это? Люки. Боже. Что с грамотностью? Ну, в общем, это безумно красиво. Кстати, хотела рассказать по поводу вообще китайской кухни. Она, ну, достаточно экзотичная. Но, допустим, мы в Пекине, когда ходим, нет такого, что здесь очень сильно чем-то пахнет. Вообще такого нет. Потому что у меня был стереотип, я думаю, у некоторых он тоже был, что здесь какие-то вообще гидреные приправы и так далее. Нет, вообще спокойно. Нет никаких неприятных запахов. Ходим и нет, не потому что у меня насморк, а потому что их, правда, здесь нет. Все чисто, цивильно и вообще безопасно. Вот. Повсюду рекламируют свои лавочки. Так здорово. Если думаете, что она настоящая, нет. Она пластмассовая. Смотрите, здесь мы наблюдаем ребят, которые занимаются ювелирочкой. Вот они делают браслетики, гравировочки и так далее. Прикольно. Это просто чума. И одежда, и фонарики, и флажки, и какая-то классная вообще архитектура. Друзья, немножко напоминает парк Ю Юань в Шанхае. Но совсем чуть-чуть. Но там также атмосферный. Если не смотрели наши видео из Шанхая, советую не смотреть, потому что оно тоже очень информативное, красивое и вообще Шанхай классный. Но Пекин не менее крутой. Смотри, как клево. Там фудкорт. Вау, там действительно фудкорт. Нам предложили почистить уши. Они у нас вроде чистые, но что-то я своей дружке не доверяю. Это, конечно, экзотично, это был бы контент, но ушами я что-то не рискнула. Друзья, посмотрите, какая прикольная тема. К любой из этих фигурок могут прилепить вашу голову. Стоит это, ну вот, от 280 до 500 юаней. Ну такое. Хотя, фиг знает, здесь другие цены, да? Крипово. Ну, это же не Вуду. Ну, посмотри, реально, голова будет у тебя. А, я понял, в чем разница. Разница от фигурки. То есть, маленькая фигурка 280, а вон там 500. Тоже есть цены. Экия. Балбесина. 280, ну, друзья, 3, почти около 3,5 тысячи рублей. Эксклюзив. Ну да, блин, да. Да, ну, прикольно. Мы, конечно, делать не будем, но это забавно. Такая красота. Открески айдолов каких-то. В общем, если вы ищете сувениры, то это идеальное место. Плево. Жесть. Там показывают, то есть, внутри ваше ухо, и его типа чистят. Господи, какая жесть. Зачем я это увидела? Я хочу это развидеть. И нам предлагали вот так почистить уши. Это прикольно, конечно, но точно не про нас. Я чищу ушки ушными палочками. Я думаю, как и все. Я думаю, здесь за один день обойти все нереально. Здесь куча таких рынков, куча самой разной еды. А улица все не заканчивается. Офигеть. Вот сейчас я прочувствовала, что мы в Пекине. Мы в Пекине. Я еще две недели назад прочувствовал. После чего? После того, как зарегала Алипе. Ну, это не то, что ты в Пекине, это то, что ты в Китае. Я говорю про именно Пекин. Да, да. Поставила его на место, смотрите. Осмелела. Резкая, Сонька. Храброводы выпил чины. Здесь много магазинов и очень много пожилых китайцев. Заходят в них и шопятся. Самый прикол, что здесь реально остались старые домики. Друзья, вот посмотрите сюда. Там реально, вот они как были там, я не знаю сколько, сотен лет назад. А это центр столицы Китая. Вау. А, опять что-то там мелят. Такой же. А, такая же бабушка, смотрите. Бедняка трудится целый день. Здорово. Друзья, настоящая магия, посмотрите. Вот это да. Так здорово. Это как калибри. Где же Могуляри, спросите вы. Станция Куан... Вот в общем она. Хуан Мэн Джан. А это храм Жэн... Жэн Гжам Мэнь. Правильно? Не факт. Вот. Вы видите на экране правильное название. Извиняюсь, если я неправильно произнесла. Он безумно красивый. И красивый пакетик летит. Прям так все поэтично. Новый день. А это значит новая китайская еда. Мы выбрали вот кафешку за моей спиной. Потому что она очень уютненькая. Да и посмотрите, картинки очень даже аппетитные. А еще нам часто писали, что йоу, может быть вы начнете есть уже национальную какую-то кухню. Потому что мы признаем, что мы перебарщивали с фастфудом и так далее. Потому что нам он казался более каким-то понятным и безопасным. Но лишние килограммы и вообще обилие вот этой жирной еды нам самим уже перестало нравиться. И конечно, и вам интересней, и нам интереснее пробовать новое. Поэтому пойдем закажем. Друзья, посмотрите, какой тазик супа. Со шмаком прям мясо нам принесли. Это пахнет так вкусно. Это хоть и красненькое, но не острое. Мы когда заказывали, посмотрели, там написано. Там обычно перчик нарисован. 30 юань, друзья. Поэтому мы половиним и второе блюдо тоже расплавиним и попробуем. Лайтхак. Если хочешь попробовать. Хочешь похудеть, спроси меня как. Просто делюсь с женой. Да, я же такая прожорливая, что я прямо объем кого хочешь. Если кто-то хочет похудеть, можете просто поделиться со мной едой и вы похудеете. Я же тоже самое сказал. Ну, это я в свои услуги напрямую рекламирую. Но еду нужно согласовывать со мной. Помимо супчика, мы заказали еще жареный рис с шашлычками. Это говядина вагю? Или просто говядина? Вагю. Вагю. Короче, сейчас Боб показушно съест шашлычок и скажет, вагю это или не вагю. Ну, жирненькое мяско. Оно такое должно быть, такое с прожилочками прям. Ну, мягкое. Не остро вкусно, классно. Мне он нравится. Ну, и выглядит очень даже аппетитно. Нам эти два блюда обошлись в 61 юаня. Попробуем рис, друзья. Смотрите, палочками ест человек. Ну, рис как рис, или я в нем не разбираюсь. Там какая-то кислинка добавлена, прикольно. А теперь супчик попробовать заняться. Бульон пушечный. А сейчас закидываем мяско, а потом лапшичку. Целая система. Прям такой с жирочком. Ммм. Очень мягкая говядина. Прям я тут так нормально взяла. Ммм. Это прям очень вкусно и тазик просто огромный. На самом деле можно было и заказать только суп на двоих и все. Мне кажется, 61 юаня на двоих пообедать. Очень даже ничего. Такой нормальный, приличный, похожкий. Да. Ммм. Горячо. Ммм. Все штрабрало. Не, вкусно. Плапша божественная. Друзья, зашли еще в очередной музей. Посмотрите, какое панно шикарное. Вот он, запретный город. Все окрестности Пекина. Но нет, это не музей на самом деле. Это просто станция метро. Как вам такое? Друзья, купили билетики входные 2 юаня в очередной парк. И идем посмотрим, что внутри. И что мы видим? Видим красоту сразу на входе, друзья. Очень красиво. И обязательно поднимемся на самый верх. Офигеть. Все в хризантемах. Смотри, они сделали так газончик из маленьких горшочков. Угу. Прикольно. Вау. Ну это вау. Это вау. Так, ну это макет. И смотри, нам идти вот через горы, через расстояние. Ну парк вообще суперский. 2 юаня. Офигеть. Такая красота. Да ладно, классный парк. Пойдем. Сразу в гору. В общем, друзья, закарабкались мы на эту святыню. Очень красиво. Привет. Посмотрите, небо голубое, солнышко светит. Просто безумно круто. Подъем не очень сложный. Прям нормальный. Мы думали, будет гораздо хуже. А так, перед вами эта тыльная сторона Пекина, которая не на ладошке. Забрались мы на самую верхушечку. Вот как раз справа мы видим тот запретный город, который вы видели в прошлом выпуске. А сейчас мы попытаемся пробраться каким-то образом, чтобы сделать фоточку. Друзья, мы восхищены Пекином. Застройкой. То, что здесь нет высоких зданий или вообще каких-то вот… То есть вот такое ощущение, что вот как было здесь веками, так и осталось. Очень круто. Прям в Пекин надо приехать. Вот мы в первый приезд в Китай не были в Пекине. И очень хорошо, что мы вернулись и заскочили все-таки в Пекин. Пекин – топ из наших городов, я вам так скажу. Архитектура здесь, конечно, просто супер-пуперская. Смотришь, любишься. Просто каждый метр – это какое-то супер искусство. Боже, какие яркие краски, как красиво. Ну что, кому домой, друзья, карликовое дерево нужно? Или как это называется? Бонсай! В общем, приезжайте в этот парк. И, ну, желательно под покровом ночи. В чемодан. И у вас дома будет сад. Классный вообще способ. А это, я знаю, это как будто багульник какой-то. Очень похож на него. Кто знает, что такое багульник, напишите мне в комментарии. Мы будем с вами кучковаться. Друзья, в Пекине у нас прям одни расстройства. Везде no drone zone. И мы не сделали, мы уже здесь больше двух недель, мы не сделали ни одного кадра с дроном. Просто везде запрещено. Просто цветочки в горшочках, но их выложили в дерево, в газончик. Блин, прикольно. Ну, я думаю, у нас тоже такое есть. Наверное. Напишите, кто знает. Садик в центре Пекина. Что это такое? Прямо красиво. Везде написано не фотографировать, но мы же не фотографируем. Я же себя, я же себя снимаю. И свою реакцию на искусство. Друзья, как мы заказываем такси в этот раз в Пекине, когда у нас есть Alipay? Прямо внутри приложения Alipay есть вкладка DD Taxi. Мы копируем адрес отеля на китайском из TripCon. Там есть адрес на китайском. Вставляем. Получаем результат. Сейчас у нас такси вот уже подъехало. Стоит 24 юан, что ли. Ну, прям недорого. С вместительностью китайских машин, китайских такси можно, конечно, спорить. У нас два больших чемодана по 20 килограмм. Это, в принципе, для путешественников мы посчитали, что это такой середнячок. Ну, и пару рюкзачков. Ну, видите, притык. Машинки на курина. Конечно, в Китае с курением, но это прям целая, не знаю, религия, я бы так назвала. Курят все. Друзья, как я и говорил, 24 юаня, буквально 15-20 минут мы доехали. Посмотрите, какой прикольный фасад у отеля. Вообще райончик новый, современный. Нам, на первый взгляд, нам прям супер нравится. Давайте посмотрим, что внутри и поймем, вообще, встречают по одежке или нет. Ну, друзья, лобби довольно интересное, я вам так скажу. Михаил. Паспорта у Саняшкина. Друзья, посмотрите сразу, какая прикольная доставка. О, это специальный робот-доставщик. Сюда курьер подходит, что-то тут нажимает и вот в эту створочку кладет заказ. А потом робот едет в направлении к лифту, сам его вызывает, сам поднимается и подъезжает к вашему номеру гостиничному. Прикиньте, вот такая система. Мы еще не пользовались, но я надеюсь, что к нам доставщик как-нибудь отправит так заказ. А еще здесь по фоткам бассейн олимпийский, друзья, и огромный тренажерный зал. Шо уже фиг знает, какое заселение. Да, и Боб причастался. Каждое заселение. Реально, уже больше ста отелей сменили за этот год. И это уже кажется таким чем-то привычным, таким обычным, таким, как зубы почистить. Наш номер. Длинная сосиска. Он будет такой же, как этот коридор, друзья, потому что это стена нашего номера. Большой, кстати. Давайте с вами от первого лица открываем. О, сразу раковина. Здравствуйте. Так, а куда здесь карточку? Карточку с вами кладем. И смотрим. О, такая милота. Он такой маленький, но очень даже уютненький. Такой малипусик. Да ну нормальный, почему маленький? Он такой в серых тонах, такой стилевый. Смотрите, как Боб сюда вписывается. Ага. Он если встанет здесь около стенки, то я даже не пойму где. А где ванная? Ванной, наверное, нет. Есть душевая по-любому. Так, а вид у нас... О, блин, смотрите, какой вид прикольный. Он там что-то шуршит, чем-то недоволен. Я про ванную комнату говорю. Я вижу туалет. И все. В смысле? А? Вон ты, душевая. Блин, мы так каждый день, ребят. У меня пытаются... Как это сказать? Ну стебешься, короче, каждый день. Да. Так что не соскучиться вообще. Мне ни разу вообще. Я же... Если кто-то задается вопросом, как мы 24 на 7 вместе путешествуем и не надоели ли мы друг другу, нет, вообще ни разу ни одного дня нам не было скучно и мы не надоедаем друг другу. Да. А мы идем в ближайший ТРЦ обедать. Так прикольно грузы перевозят, смотрите. Грузы. 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 Грузила. Ой, 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 ой. Просто невероятное количество вот этих скутеров в Пекине. Просто у каждого второго. Они есть, но по сравнению с другими городами, конечно, здесь есть и пешеходы. Смотрите, как много скутеров. Просто очередь из скутеров. Друзья, для тех, кто не знаком с нашим творчеством, мы посетили не один город в Китае. Пекин – это не наше первое посещение. Наверняка, когда вы смотрите блог, вы слышите, что мы говорим первый раз и второй раз. Дело в том, что первый раз Бобу дали визу на два месяца, а мне визу на один месяц. Поэтому мы путешествовали пока что только один месяц. Сейчас идет второй. Потому что я съездила и сделала себе еще раз визу. Так что на нашем канале вы можете найти выпуск из Макао, из Гуанчжоу, из Гонконга. Также вы можете найти выпуски из Шанхая и даже Циндао. Так что мы поездили прям хорошо. И с удовольствием переходите по ссылочке в описании. Там есть все наши китайские выпуски. А дальше после Китая мы поедем в еще одно очень интересное место. Так что обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. Мы вообще очень стараемся замечать все самые необычности, которые нас удивляют. Если нас удивляет, возможно, кого-то из вас тоже удивят. Рядом с торговым центром классическая вообще картина. Огромная парковка с велосипедами и байками. Потому что очень много людей в Китае, в Пекине передвигаются как раз на таких вот электроскутерах. Очень удобная штука. Мы посмотрели стоимость скутера и поняли сразу почему на них все ездят. Стоит как электросамокат у нас 20 тысяч. Вот мы здесь видели в магазинах, я говорю в рублях, 20 тысяч рублей примерно. Стоит вот такой вот скутер. Вот такой вот. Поэтому очень многие люди пользуются, подъезжают к метро, оставляют скутер и едут дальше. Путешествия по Китаю, конечно, мы заметили, что здесь очень много электромобилей. Все в основном на электричестве. Бензиновых машин и вообще каких-то мотоциклов, скутеров практически нет. Все пользуются электричеством. Это очень экологично, наверное, и удобно. А тем временем, друзья, я заказал кофе. И пока мы дойдем, он будет готов. Шли мы, ну, наверное, минут пять. В приложении вам выдается вот такой код с номером. И вы видите, что готов ваш заказ 884. Прикладываете код к сканирующему устройству и забираете код. Друзья, ну, буквально пару минут мы дотопали до кофейни. Сейчас посмотрим, готов ли наш заказ. Вот его только что, секунду назад поставили, вы это видели на заднем плане. Сканируем. И забираем. Видим, что на чеке уже написано 884. Нам не нужно изучать иероглифы. Никакого общения, соответственно, с Борисом не происходит. Они только готовят кофе и распределяют заказы по чекам. Все. Ну, друзья, это или не кайф? И точно так же можно заходить в доставку, потому что крышечки здесь закупориваются. И может курьер вам привезти на изи это кофе. Через дорогу в отель, я думаю, когда нам будет совсем лень, мы так сделаем. Друзья, сейчас решится будет розыгрыш в этом выпуске или нет. Потому что мы, как обычно, пришли в игровой клуб. Теперь у нас есть, не перестаю этому радоваться, Alipay. Поэтому мы спокойно выбираем. Просто сканируем QR-код. Это делается полсекундочки. Ну, после того, как вы откроете, конечно, Alipay. Сканируйте его. И сейчас нам выпадет супер-приз. Давай, супер-приз. И даже не нужно подходить к кассиру и объяснять, сколько тебе нужно жетончиков. Там нужно деньги доставать бумажные. А что мы разыграем? Ну, для начала нам это нужно выиграть. Ну, надо что-то китайское, да? Не обязательно. Не обязательно. Мне кажется, можно улучшить наши шансы. Мне кажется, мы что-то такое разыгрывали уже, да? Было авокадо. Или это не из Китая было? Это было из Гуанчжоу, из Китая. А, смотрите! Это какое-то яйцо. С чем это? Так, я пытаюсь достать яйцо, друзья. У каждого у нас пять попыток. Правильно я посчитал? Да, потому что стоит два жетончика игра. Боб и яйцо. Яйцо и Боб. Вместе навсегда. Он всегда хватает, но роняет. Тут как бы такая фортуна лотерея. То есть уронит, не уронит. Давай попробуем вот эту вот яичную штуку. Может, это и не яйцо? Давай! Да блин! Не запрыгнула. Ну, что ж, у меня еще три попытки, друзья. Розыгрыш может и не состояться. Давайте вот эту вот штуку. Ну, возможно, саняшка вырулит и достанет что-нибудь. Не достанет. Ну что, попробуем сердечко? Это улыбочка. Попробуем улыбочку. Вот она чуть-чуть на высоте, здесь на возвышении. Попробуем ее. Ой, как плохо. Вот, когда так раскачивается, есть шанс, что она закачается сюда. Давайте вот с той стороны попробуем. Это моя последняя попытка, если я все правильно вписал. А теперь все шансы проиграть у саняшки. Давай, выбирай. Не, выиграй. Погнали. Динозаврик. Ну, давай. Ну, как будто надо поближе к себе. Давай. 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 Вот. Я с самого начала знала, что я ее вытащу. Нельзя с самого начала было знать, что ее вытащишь, пока ты ее еще не вытащила. Так вообще говорить неправильно. Можно. У меня же было видение. Я похожа на вот эту азартную, знаешь? Или лучше эту? С тобой опасно прямо в казино ходить. Это вроде не проигрываем. Блин, очень плохо. Отстой. Она зацепилась за пластмассу. А теперь можно взять. Последнюю какую? Вот эту? Ну, она чуть-чуть отъехала. Ну, естественно. Давай. Ну, ладно, давайте попытаемся счастье. Друзья, мы что, 260 рублей проиграли и вам не выиграли приз? Как-то даже обидненько чуть-чуть. Давай. Давай. Безение сбылось! Я банга! Я банга! Прикиньте! Это Мишка с такой шапочкой! И он может стать чьим-то! Розыгрышем быть, но только на ютубе. И вы должны быть подписанными на наш канал по странам Сони и Боб, поставить лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на колокольчик. Это, в принципе, просто нажмите на колокольчик и напишите ключевое слово ШАПОЧКА. Вот если ШАПОЧКА напишите и будете подписаны на наш канал, вы сможете участвовать в нашем розыгрыше. И через 10 дней после выхода этого ролика мы проведем розыгрыш и отправим этого прекрасного медвежонка-победителя. Жалко, что это не игровой автомат в казино. Друзья, мы психанули на 50 юаней, еще докупили жетонов, чтобы вас, любимых, порадовать. Вот такие мы. Мы можем экономить и идти несколько километров, не платить за такси, но здесь мы отвалили 50 юаней. А здесь потратить тысячу рублей, ну уже тысячу все вместе. Жизнь. Так, что я хочу? Я хочу клубничку. Боб и клубничка! Боб и клубничка! Боб и клубничка! Что это? Розыгрыш на ВК, друзья, стартует прямо сейчас. Пишем слово. Что это? Губка. Пишем слово. Губка ключевое. Ставим лайк этому видео и участвуем в розыгрыше. О, смотрите, какая классная. Что это? Это панда. Это панда. Панда в шишке. Шишка панда, получается? Шишка панда. Шишка панда, шишка панда. Чуть-чуть. Мы обязаны добыть панду из Китая. Шишка панда. Шишка панда. Шишка панда. Я выбираю тебя. Шишка панда. Друзья, я разгадал секрет этих автоматов. Когда игрушка уже здесь, ниточка лучше затягивает, и она не вываливается. Поэтому, по идее, звук попыток можно любую игрушку вытащить. Пристрелочные. Она с первого раза не вытягивает. Вытягивает. Боже, ну почти, слушайте. Могло и с первого получиться. А теперь есть все шансы. Если моя теория верна. Такое лицо. Так, ну все. Последняя попытка. Остальные Саняшкины, наверное, монетки будут. Продолжение следует. Друзья, Алипей развязывает руки, теперь мы идем фоткаться. Мы как подростки, которые дорвались, знаешь. Эта прическа вчера мне постригли, еще сегодня более-менее сохраняет свою форму, завтра это будет трэш, поэтому фоткаемся сегодня. Обожаю такие кабинки. Ну-ка, что здесь? О, здесь автоматик такой. Так, непонятно, куда положить вещи. Непонятно, из дочка нет. Ай, стульчика нет, а реально, а как здесь? Надо присесть, я думаю. Присаживаться на корточки? Странно. Друзья, по-моему, прикольно получалось. Смотрите, какая милота! Вообще класс. Наш семейный альбомчик. Смотрите, все сидят, едят вот так вот напротив. Наверное, считают, сколько съедено палочек. Непонятно. Вот такое вот заведение прикольное. Садитесь вот за такой вот стульчик и едите шашлычки. Для обеда с Бобби выбрали вот такое вот заведение. Офигеть, красивенько выглядит. Смотрите, все в фонариках, все в иероглифах, все в лапшичке. И прямо на столе мы с вами видим меню. Офигеть, все вкусно выглядит как-то, очень классно. Мы сейчас отсканируем QR-код и будем заказывать. Да, изи-бризи, друзья. Мы заказали такую вот загадочную штучку на пару. Китайский бургер. Она вот так вот выглядит. Это даже не китайский бургер. Китайский бургер. Китайский бургер, он типа слоеный, а этот на пару. В общем, это китайский, но точно не бургер. Так, друзья, Саняшка решила попробовать это чудо-юдо рыба бургер. Блин, ну оно там явно со стринкой. А, да, там было написано, нарисован один. А он и такой горяченький, какой-то. Как его едят вообще? Я вообще не представляю. Ну, явно надо его как-то поломать. Да, блин. Да, блин. Я уверена, что повара смотрят и ржут сейчас надо мной. Я, пожалуй, руками это попробую. Но просто мне нужно ручки продезинфицировать хотя бы. Как-то же это надо. Оно такое горячее, блин. А-а-а. Прям очень горячее. Пока непонятно. Блин, здесь нарисован один перчик. Но это целый вот такой вот перец. Это очень остро. Я люблю острое. Ну, это звездец. Нам принесли следующее блюдо. Оно выглядит тоже загадочно. Но оно отличается от картинки. Той, которую мы заказывали. Но тут хотя бы не нарисован перчик. На картинке это были нарисованы ребра. А это прям жирочек. Это прям пускай жир. Жир, блин. Мне кажется, очень не то. Ну, значит, не то? Ну, это прям жир. Жир в масле, друзья. Ну, в общем, это... Ну, такое. Жесть. Худеем вместе с пастраном. Друзья, как я похудел на 20 килограмм, спросите вы? Ну, явно не едя это. Мы думали, это ребрышки. Посмотрели на эту картинку, нам показалось, что это ребрышки. Вот на это. А это просто куски сала, жира. Жареного сала. В очень большом количестве масла. Блин, ну это вкусно. Рис не хватает, да? Да. Рисом бы заесть, вообще было бы норм. Ну, это реально вкусно было. Короче, прикол весь в том, что мы заказываем уже по картинкам. Ну, и с английским переводом. И мы просто не доперли, что это не ребрышки. Да, я даже не читал. Это кусочки просто жареного сала. Но, с другой стороны, зато не острый. Это лицо человека, который только что съел бургер с одним перчиком. С одним перчиком. С одним, в смысле, здесь нарисован один. Острота. Вот, острота, один перчик. А мы все гадаем, а что же это с тремя перчиками? Кто любит такое острое? Напишите в комментариях, как это пережить? Что делать? Зачем это есть? Друзья, подъехало третье блюдо. С курочкой и с креветками. Странное сочетание курицы и креветки. Ну, я думаю, какие-то с курицей, а какие-то с креветками. Похоже на маленькие блинчики. Или на маленькие конвертики из лаваша. Ну, посыпанные кунжучками. Слушай, ну здесь вся кухня такая жирненькая. Ну, мы видели, как прям для нас готовили. Это с мясом. Прошел мой час. Оно реально очень жирное. Пока что я ем тесто. Тесто как тесто. Жареное. Это мясо с креветкой вместе. Вы когда-нибудь пробовали сочетание курицы и креветки? Кстати, прикольно. Вообще не скажешь, что это креветка. У меня нос заложен. Я говорю, как сквидвард. В общем, вон аппетит нам. Друзья, все мероприятия, три блюда и водичка, стоили нам 53 юаня. Вот такая вот цена. Это в разных валютах, чтобы было понятно, чтобы вы не лезли, никуда не смотрели, сколько это стоит. А пишем мы стоимость на момент того, когда монтируем. Поэтому, если там как раскакнет курс, мы всегда проговариваем стоимость в местной валюте. Вот, 53 юаньки. Друзья, у нас произошла закупочка в магазине. Рассказываю, показываю. Залазим в наши покупки. Мы купили мандаринки. Мы купили драгонфрут. И мы купили еще прянички, которые я вам покажу чуть позже. И у нас все покупки вышли на 49 юаней, 74 копеечки. Вот. В эту стоимость входит еще огромная баклажка воды. Вот, забыла про нее. Друзья, мы нашли просто чумовую кондитерскую. Вы просто посмотрите. Произведение искусства. А еще здесь кондитеры. Еще и в колпаках. Просто. Ну, я думаю, то, что от этого тортика на день рождения пищали бы просто все. Я бы точно. А мне как бы уже не шесть. Слушайте, ну и цены лайтовые. Смотрите. Ну вот так. 399 юаней. Вот этот вот тортище. Просто вау. Я думаю, то, что он, в принципе, не такой уж сложный в исполнении. Но смотрится круто. А есть вот такая вот вечная классика. Вот 209 юаней. Я сначала не поняла, что это тоже, блин, торт. Ну, просто посмотрите. Принцесски, какие миленькие. И он стоит 3699 юаней. Ну, это красиво. Ну, это круто. Такое подарить ребенку. Угу. Это просто дощечки. Это классно получается. Друзья, здесь в центре мы зашли на почту. Вы видели классное почтовое отделение. Купили три пачки открыток. Три пачки. Знаете для чего? У нас есть мысль на Саняшке на день рождения 11-го. 11-го сделать первый наш стрим. И каждый получит из вас открыточку, кто будет участвовать в этом стриме. Мы уже будем в другой стране. Но мы оттуда отправим вам открыточки. Поэтому, если вы хотите, чтобы был стрим, поставьте три плюсика под этим видео. И 11-го 11-го мы запустим стрим. Если увидим, достаточное количество плюсиков. Поэтому обязательно ставьте плюсики. Открыточки будут всем. Теперь мы с Бобом зелененькие. Друзья, вот и финальная точка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, я сейчас выиграю миллион. Продолжение следует... Продолжение следует...